Эта лаборатория предполагалась, рассматривалась как лаборатория, если вдруг нам не хватит мощности, то ее будут задействовать, как бы как резервную. Но очень печально, что рассматривая ее как резервную, там ничего не проводилось, ничего не делалось. Хотя все в Украине говорили о том, что мы ожидаем вспышку после Пасхи. Но тем не менее, ни средств защиты элементарных, ни ремонт соответствующего оборудования там не проводился. Поэтому я сегодня был там, посмотрел, что необходимо. Сейчас я проведу совещание и попрошу, чтобы вышел на связь директор ДЕСФАРМ нашего предприятия. Я уже поставил такую задачу Елене Александровне и Кименко. Посмотрели, что у нас есть, согласно того списка, который нам передали директор Центра, этого противного института научно-исследовательского. Одного из самых мощных во времена Советского Союза. Таких было два, как мне сказали, на территории Советского Союза по проведению работы. Но на сегодняшний день можно говорить так, что они проводят уже исследования. Вчера провели 200 исследований, но если взять по тому, как должно это происходить, то люди просто проявляют героизм и преданность своей профессии. Но так они работать не могут и не должны. Мы должны их обезопасить. Я к чему это все говорю, что люди также находятся на передоводе. Если будут такие обращения, нам необходимо будет 16 человек работать в этом направлении. Также дополнить их нашими, я думаю, что члены исполкома не будут против, если мы предоставим людям, которые сегодня находятся, также, чтобы они беспрепятственно и бесплатно приезжали на работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!